Вы на канале модной практики. Сегодня мы готовимся к школе, потому что нужны фартуки, Каролине нужно кроить фартук. Олечка собралась кроить Каролине фартук, но мы решили снять все на камеру и показать вам, потому что как устроен вот этот именно фартук. Оля вам покажет, расскажет, покажет, как раскроить, как построить конструкцию. И чтобы нам самим уметь что-то сделать для своих детей, для своих внуков. И чтобы мы были тоже готовы к школе. Сегодня мы готовимся к школе. Показывать мастер-класс вам будет Олечка. Добрый день! Сегодня мы с вами будем шить фартук, научимся снимать мерки уже с готового платья для фартука, раскроим его, сметаем и оденем уже на готовое платье, на детский манекен. По этому же принципу мы научимся шить фартуки на любой возраст и на девятый класс и на одиннадцатый. И в принципе даже по этому же способу можно будет изготовить и кухонный фартук и рабочий. Поэтому такая актуальная тема. Готовим детей к первому сентября, чтобы они у нас были красивыми. Для того, чтобы нам было легче, я взяла для образца вот такой школьный фартук. Он мне понравился тем, что у него талия регулируется на пуговичках и может вырасти вместе с вашим ребенком. Вот такой фартук из шторной органзы, сетки с вышивкой. Внизу идут фестоны родные, которые идут по краю ткани. Вот здесь пришито кружево тонкое. Он на складочках, впереди со складочками. Две бретельки с рюш, с оборочками небольшими. И сзади завязывается бант. Но здесь бант не завязывается, здесь имитация. Здесь вот такая деталька, которая пришита. И завязывается бант просто декоративно. У ребенка не будет постоянно развязываться бант. Вы будете спокойны. Утром завязали и ваш ребенок целый день ходит с бантиком красивым. Бант по кругу тоже обработан мелким кружевом тоненьким. Вот здесь вот регулируется на пуговичках сбоку. Прошита по две пуговички для того, чтобы к концу года вы могли застегивать на следующую пуговичку. Или их можно просто перешить будет. Теперь приступим к работе. Я сниму фартук с манекена и начнем работать с вами. Рассмотрим детали более подробно на столе, что здесь входит. И я покажу вам как снять мерки, чтобы можно было на размер любого платья построить такой фартук. Или на размер любого человека. Фартук состоит из двух деталей. Первая деталь это, ну получается они сшиты, но все равно это две отдельные детали. Это передняя половина фартука и задняя половина фартука, которой пришит декоративный бантик. Вот эта часть на пуговичках. Сейчас я вам покажу какие нужно снять мерки с платья, чтобы у вас получился фартук, который подходит именно к вашему платью. Вот мы нарисовали эскиз фартука, чтобы понимать к чему стремимся. Первая мерка нам, которая понадобится это обхват талии и расстояние по переду от одного бокового шва до другого бокового шва. Расстояние между боковыми швами по переду. Так, обхват талии у нас 67. Это я повторяюсь, именно обхват талии по готовому изделию. Расстояние между боковыми швами по переду. Это вот, где у нас будет заканчиваться передняя часть фартука. Это у нас 36. Длина фартука, обычно она не доходит 4-5 сантиметра до конца. Платье меряем от линии талии. Если платье у на 48-47, то тогда фартук делаем примерно 41 в готовом виде. Длина фартука от линии талии. Я могу на эскиз записывать мерки, чтобы было проще сориентироваться. Ширина пояса я рекомендую делать 3,5 сантиметра, чтобы она покрыла любой школьный поясочек, потому что здесь может быть у всех разная ширина поясочка. Потом следующая мерка, которая нам понадобится. Мы смотрим зрительно, какой мы хотим ширины. Впереди фартук. Я думаю, что примерно 15 сантиметров это с учетом бретелек по 3,5 сантиметра, значит сантиметров 10. Нижняя часть фартука. Здесь мы смотрим зрительно, чтобы оно было красиво, смотрелось на платье. Потом высота фартука. Я думаю, что она должна быть небольшая. Примерно можно взять, можно взять примерно 12 сантиметров. И впереди верхнюю линию хочется чуть-чуть расширить. Я думаю, примерно вот внутреннюю часть возьмем 12 сантиметров. Тоже. Теперь мы должны смерить бретельки, длину бретелек. Это в готовом виде примерно 55 сантиметров. Все мерки мы сняли. Теперь мы можем начать взяться за построение выкройки на миллиметровой бумаге. Так как детский фартук должен быть слегка пышным, то к 36 сантиметрам, которая наша ширина от бокового шва до бокового шва по линии талии, мы прибавим 6 складочек по 10 сантиметров. Это будет на встречной складочке. Итого мы рассчитываем. Мы к 36 сантиметрам прибавляем 6 складочек по 10 сантиметров. Это будет 96 сантиметров в готовом виде. Мы должны взять ширину нижней части фартука. Высота у нас 41 с прибавкой на шов это будет 42 сантиметра. Берем 42 сантиметра. Это наша высота фартука. Мы построим половинку выкройки от центра переда до центра переда. Получается, что 96 разделить на 2. Это будет 48 сантиметров. Отмечаем 48 сантиметров. 48 сантиметров. Вот это половина нашего фартука, выкройка. Сейчас мы нарисуем наши складочки на выкройке. Помните, на каждой половинке по 3 складки по 10 сантиметров. Вот одна складка у нас идет, которая будет зашиваться вовнутрь. Вот через 5 сантиметров будет следующая складка. И через 5 сантиметров будет еще последняя складочка 10 сантиметров. Вот так. Вот наша выкройка нижней части готова. Мы ее сразу вырежем. И можем сейчас приложить на платье для себя. Посмотреть, как это будет. Складываем одна складочка. Это вторая встречная. И это наша последняя складочка. Сейчас мы это приложим к манекену. К центру переда. Вот такая у нас будет деталька, которая идет от центра переда. Вот. Мы с вами сделали все правильно. Можно пока ее даже приколоть к манекену. Вот такой будет фартук. Это половина передней нижней части фартука. Следующая деталь, которая нам понадобится, тоже будет от бокового шва до бокового шва по центру переда шириной 3,5 сантиметра. Так как нам нужно добавить еще с каждой стороны по сантиметру на шов, значит нам нужны две полоски ровные, шириной 3,5 плюс 2, шириной 5,5 сантиметров и длиной вот этой мерки плюс 2 сантиметра на шов. Следовательно, нам нужно две одинаковые детали, длиной 38 сантиметров и шириной 5,5. Это с учетом припусков на швы. 38 сантиметров в длину и 5,5 сантиметров в ширину. Сейчас мы тоже вырежем и подпишем. Передняя часть пояса. Это мы вырезали переднюю часть пояса по талии, которая будет пришиваться вот сюда с учетом припуска на швы. Теперь нам нужно вырезать следующую деталь. Это мы решили, что 10 сантиметров шириной, 12 высотой и передняя часть тоже 12, верхняя передняя часть 12 сантиметров по высоте. Вот здесь вот тоже рисуем пол детали. Так как здесь 10 сантиметров, половина это 5 сантиметров. Чтобы не забыть, можно написать, что это сгиб. Вот здесь это тоже сгиб, когда мы будем кроить. Шва там нету. Длина остается такой же, 12 плюс 2 сантиметра на шов, сверху и снизу. Это получается 14 сантиметров деталь. Вот здесь 14, вот здесь 5. С учетом на шов это 6. И сверху 12, с учетом на шов это 14, мы берем половину 7. Чтобы не забыть, подписываем у детали низ и верх, низ, верх. Помним, что вот здесь сгиб и это уже с припусками на швы. Так, это вот, чтобы вы понимали, вот эта деталька, которая будет пришиваться сюда. Но она будет чуть меньше, потому что это все с учет, с припусками на швы. Уже вот. Теперь нам нужно раскроить еще из передней части фартука две ровные такие полосочки, бретельки, к которым будет пришиваться рюшка, которая будет украшать фартук сверху. Вырезаем 55 сантиметров. С припусками это 57. И в ширину так же, вот как и здесь, 5,5 сантиметров с учетом припусков на швы. 57 сантиметров. На 5,5 сантиметров. На 5,5 сантиметров. Уплот。 tah�� к大哥. Берем. Плот. вот наша следующая деталь она будет пришиваться вот сюда вот здесь пока ребенок маленький можно вот эти вот бретельки одевать крест-накрест можно вот так вот обычно мы пока сделаем так потом все равно примерим сразу бретельки обрезать не будем во время всметки мы потом оденем на манекен и если эти детальки получится длинной то их можно будет чуть-чуть обрезать и последняя здесь деталь это рюшка который мы будем пришивать вот сюда сейчас померяем какой длины будет рюшка я думаю что она не должна идти до конца я думаю 40 сантиметров будет достаточно вот 40 сантиметров 40 сантиметров и вот здесь я думаю сантиметров 6 по плечу будет тоже достаточно больше не нужно она будет плавно переходить на нет нам нужна деталь длиной 40 сантиметров получается что 20 сантиметров у нас находится по плечевому шву и 20 сантиметров будет уходить на спинку поэтому мы 40 сантиметров делим пополам это будет 20 но с припусками на швы это будет 42 и 21 вот 21 вот здесь мы берем 7 сантиметров и рисуем вот такую плавную линию потому что она у нас уходит на нет чтобы вырезать ровно мы сейчас режем половину и потом со сгибом вырежем ровные симметричные детали вот здесь у нас будет сгиб и вот здесь еще припуск на шов но так как это рюшка который мы будем слегка присбаривать 40 сантиметров это у нас в готовом виде я думаю что можно еще семь сантиметров на каждую половинку добавить чтобы нам было что чуть-чуть присобрать она не должна быть сильно пышной но тем не менее это все-таки на праздник фартук и должен быть праздничный вид у вещи вот столько мы возьмем на сборку мы вырезали вот такую деталь с учетом швов и с учетом сборочки которая будет пришиваться я пока вот так вот сделаю вот в это место мы с вами подготовили все детали выкройки к передней части фартука напоминаю у нас с вами нижняя часть фартука в готовом виде с шестью складочками встречными боковая часть пояса три с половиной сантиметра шириной в готовом виде ромбик который пришивается на грудь грудь вот здесь вот он находится две бретельки и рюшка или оборка или валанчик который будет присбариваться на машинке и пришиваться к этой бретельки вот такая выкройка у нас у задней части фартука нам требуется поясочек шириной от шва до шва но с припуском по три сантиметра с каждой стороны для того чтобы мы могли регулировать пуговички чтобы пришить пуговички с запасом получается что сама мерка от бокового шва до бокового шва по спинке 35 сантиметров плюс шесть сантиметров это по три сантиметра с каждой стороны это будет 41 сантиметр в готовом виде напоминаю что заднюю часть пояса мы вырезаем 41 сантиметр в длину с учетом припусков на швы и с учетом добавки по два сантиметра с каждой стороны чтобы было куда пришить пуговички с запасом 41 сантиметр и в ширину так же как и передняя часть пять с половиной сантиметров с учетом припусков на швы эта деталька у нас будет вот здесь теперь нам осталось выкроить только за бант который будет пришиваться к центру спины по середине спины декоративный он не будет нести функцию для того чтобы на нем держался фартук его можно будет завязывать а можно будет вот так двумя концами свисать вниз концы будут расширены смотрим примерно какой длины я думаю что эти банты должны быть чуть ниже платья поэтому предлагаю сделать 50 сантиметров одну сторону сейчас мы с вами будем рисовать половину банта сразу чтобы не забыть мы пишем сгиб вот здесь 50 сантиметров в длину это примерно а так от желания можно сделать и очень пышный бант и поменьше и какой угодно насколько хватит фантазии теперь я предлагаю чтобы верху он был восемь сантиметров потом мы его еще вот здесь сложим пополам получается по 4 с каждой стороны здесь припуски на швы не нужны потому что он будет обрабатываться просто обычным тонким кружевом по кругу он одинарный и здесь я думаю сделать в готовом виде 14 сантиметров это мы сейчас откладываем с каждой стороны по 7 сантиметров вырезаем выкройку нашего поясочка напоминаю что припуски на швы здесь не нужны потому что будет отделываться тонким кружевом вот так он будет сгибаться и пришиваться к центру спины это половина с другой стороны будет такой же поясочек который можно будет завязывать в бант или оставлять в свободном полете сегодня мы с вами подготовили выкройку школьного фартука по образцу и по меркам переднюю часть фартука и заднюю часть фартука следующий раз мы с вами перенесем эту выкройку на ткань разрежем сметаем и померим на готовое платье уже сметанный фартук он будет почти готов на сегодня все с вами был канал модные практики паук что ольга и вся наша большая команда подписывайтесь на наш канал делитесь нашими видео до новых встреч